8 апреля чиновники правительства Севастополя с картой в руках ходили по Матровскому бульвару и определяли участок, который сами передали под реконструкцию благотворительному фонду 35-я береговая батарея. На закрытую судебными приставами территорию пустили представителей правового управления, государственного унитарного предприятия, парки и скверы, департамента по имущественным и земельным отношениям и журналистов. Представитель благотворительного фонда 35-я береговая батарея объяснил чиновнику правительства, искавшему на бульваре неживые столбики, что по договору под реконструкцию передавалась вся территория Матровского бульвара. То есть вы там границы участка? Мы не формировали вообще границы участка. Начнем с того, что никакого неживания официального не было проведено. То есть мы руководствовались исключительно публичной карты. Соответственно, мы определили, что это не наш участок. Представители правительства обошли всю территорию Матровского бульвара в сопровождении средств массовой информации. Они описывали объекты, которые подрядчик успел возвести до запрета о проведении строительных работ. Чиновникам, не знающим город и его исторические памятники, безусловно, было сложно ориентироваться на местности. Ревизоров от правительства удивили новые коммуникации и возведенные подпорные стены. Как будто из окон здания на Ленина-2. Они не видели, как их строят. Участку передавали, вот это вот. Там была курсовая сеть, и ее стена, это была подпорная стена. А, понятно. То есть ее стена, которая, это была подпорная стена. Ну вы пройдите дальше, посмотрите, там есть участок этой подпорной стены. А после рейда по Матровскому бульвару представитель правительства Севастополя вручила сторонам конфликта заранее подготовленные документы. Я передала проект соглашения по фактическим обстоятельствам. Предлагаю сторонам его рассмотреть и выразить свое мнение о возможности его подписания, либо о каких-то возражениях по данным документам. А цель вообще вот осмотра сегодня? У нас возникли отдельные сомнения в ходе судебного разбирательства, в частности вот это по участку, который принадлежит субарендатору, арендатору точнее. И мы хотели его осмотреть, чтобы выяснить, что там все-таки в настоящее время происходит. Цель визита чиновников местного правительства так и осталась непонятной и для журналистов, и для представителей благотворительного фонда 35-я береговая батарея. Если честно, не очень понятно сейчас были действия как правительства, так и всех остальных участников данного осмотра. Также не очень понятна цель подписания данного соглашения. Те обстоятельства, ну во всяком случае, вот сейчас пробежав глазами, которые изложены в данном соглашении, они, собственно, никогда не оспаривали. Все работы на данном объекте проводились по утвержденному проекту. Никаких излишних действий никто не производил. Все это было согласовано, в частности, и с правительством города Севастополя. Поэтому не знаю, зачем все это было и какова цель. Напомним, 13 марта арбитражный суд Севастополя предложил прекратить разбирательство по Матросскому бульвару и пойти на мировое соглашение. Судья Алексей Погребняк порекомендовал сторонам мирно договориться о продолжении реконструкции бульвара на благо города. Благотворительный фонд «35-я береговая батарея» согласился, а правительственное ГБУ парки и скверы выступило категорически против. Пятое заседание по Матросскому бульвару состоится 10 апреля. Возможно, на нем и станет известно об истинных причинах визита адвокатов правительства на бульвар. Продолжение следует...